всем привет друзья рада приветствовать на нашем семейном канале вас всех мы получили очередной заказ с интернет магазина new chic посмотрим что сегодня нам тут такое пришло давайте начнем вот с такой штучки это у нас такое вот чудо это силиконовый коврик то есть на нем можно либо с тестом заниматься что-то ляпить из теста сейчас посмотрю на нем обычно написано в некоторые коврики многие вернее коврики подходят также и для запекания то есть они выдерживают довольно высокую температуру можно запекать выпекать духовке заказала я специально большой коврик маленький у меня уже в хозяйстве имеется а большого не было мне не хватает посмотрите какой он большой сейчас я сниму эту пленку он очень хорошо крепится держится на столе не соскальзывает не ерзает вот посмотри какой большой как удобно неважно вареники пельмени у мамы похожи только прям у как этот круг размером посмотрите мало того туда же есть вот какие-то сантиметры какие-то да прям не знаю для чего что-то измерять на мишень похож на мишень даже написано это у нас температура по фаренгейту и тут же в градусы градусы цельсия вот а здесь у нас что они не по-русски это наверное что-то связано с то ли чайные ложки или столовые ложки что-то в граммах может быть не знаю я разберусь потом миллилитры надо потом разобраться что-то такое так значит смотрим здесь вот у нас написано плохо видно стопроцентный не видно что-то стопроцентное то есть пищевые когда стаканчик вилочки нас для пищевых продуктов то есть можно работать с теста градусы а выдерживает до минус сорока и до плюс двести тридцати градусов то есть если в духовке вы запекаете на 180 200 градусов он подходит для духовки прикольно вот ну я его надо не буду духовке использовано что такое большое не просто духовку такой не влезет вот дальше нельзя согнем ну то есть поджигать вот и нельзя ножом работать то есть если даже тесто вы раскатали вам нужно разрезать то есть для этого существует специально какие-то пластиковые ножи или деревянная лопаточка ну такое вот да вот то есть не ножом чтобы естественно не порезать я довольна мне нравится ничем он я нюхаю все вообще ничем он химическим никакой резина не пахнет это очень важно если не пахнет каким-то химическими этими самыми значит он из качественных да еще полежим значит он из качественных этих самых ингредиентов материалов да я довольна ковриком и видите он не ерзает очень классно прям хочется контеста уже раскатывать его подожди знаешь вот это как типа вот лежит ты его вот так вот взять не можешь приходится вот так вот не ну это хорошо что он так он красиво лежал у меня не пластилин а наклейка короче ну да как наклейка нет ну ничего что у меня стол этот стеклянный на деревянном столе на любом он точно так же будет хорошо держаться так ребятки поехали дальше интересно что же у нас дальше это мое ну так давай доставай аккуратно это было завернуто еще в такую штучку чтоб не развилось это очень хорошо держи мы не поймем это кружка кружка да разбери еще в стол кружка для чая значит идет деревянная крышечка вот с таким вот котик но как-то так шевелится а потому что он резиновый он такая тверда резина и держится вот на резиночке то есть он не отпадет деревянным комплекте тихо сонечка нельзя это у нас собака сигнализация срабатывает нельзя нельзя соня иди сюда да на тебе есть посылочки идет комплекте ложка ложка удобная большая как раз для этой чашки нарисовано у нас что колька леночка выбирала котик с клубочком цвет ее любят кружки нельзя нельзя соня вообще мне нравится потому что довольно толстая она она идет вроде как большая а горлышко зауженная это тоже иногда хорошо потому что если допустим наливаешь горячий чай он медленнее будет остывать то есть чем уже горлышко значит больше будет сохраняться тепло и плюс толстая довольно керамика или что из чего она изготовлена довольно толстая не тонкая вот ну такая довольно увесистая беленькая такая вот вот такая вот красивая кружка и что главный любимый цвет далее на я сейчас нравится именно вот такой как ты называешь это светло-розовый я называю нежно-бледно-розовый нежно-розовый нежно-розовый все так что ложка есть кружка есть крышка есть котик есть и котик да очень необычная я у нас магазине не видела таких так ну что будем дальше 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 доставать давайте дальше дальше у нас тоже кухонная такая принадлежность такой коробки это как назвать которая перемалывает крупный допустим крупную соль то есть перец но она мне понравилась тем что она двойная то есть не один перец можно сюда засыпать а здесь две стороны с одной стороны допустим перец с другой стороны песок то есть здесь два отсека с одной стороны открывается крышечка и ты перемалываешь да и с другой стороны открывается крышечка только мам давай тогда будет ну что там у нас ну что давайте я только не знаю а как засыпать давайте разберемся а ну можно я попробую аж просто не поняла куда засыпать а как крутить крутить будем потом когда засыпем вот здесь вот есть такие вот штучки так понимаю это нужно раскрутить нет нет не раскручивать а как нам засыпать к все очень легко и просто гораздо проще вот так вот откручивается и засыпается вот здесь один отсек вот я как раз приготовила пошла я приготовила перец сейчас я возьму ножницы чтобы разрезать чтобы у нас все было красиво ничего не рассыпалось все сразу на кухонном это разрезаем и насыпаем это у меня перец смесь перцев горошком здесь разные виды перца засыпаем в это отделение удобно легко и просто насыпать все пачка не влезет а ну чё он влазит правильно чуть-чуть еще осталось вмещается одно отделение засыпали закрываем теперь попробуй не давай 2 2 до переворачиваем вот тут еще можно еще видишь сколько вмещается так раскрываем второе отделение и туда насыплю не придумала ничего не придумала соль насыпем она так такая довольно довольно крупная это морская соль крупного помола вот мы ее сюда и насыпаем так вот видите какая она крупная закрываем а теперь попробовать соль перевернуть не ну так смотрится интересно до перец и соль белая и черная и давайте будем пробовать давайте сначала начнем с перца открываем я не пойму как отсек и вот так вот она перекручивает вообще крутится очень легко а ну дай я попробую я же не знаю как вот так вот мне сильно интенсивно она сыпется кстати может я что-то не то кручу другую сторону не ну все правильно я кручу не так скажем не интенсивно сыпется но сыпется перекручивает чтобы не пересолить да не переперчить а может быть я здесь наверно здесь что-то порегулируется смотри здесь точечки больше меньше меньше то есть что-то я здесь крутанула давай попробую может быть то что-то надо регулировать нет вроде одинаково ты можешь больше подрегулировать тихо вообще она раскручивает сейчас я закручу побольше наверно еще что-то она что-то должно оно делать да регулируется наверное смотри как хорошо посыпалась очень хорошо пошло пошло как хорошо смотри ну классно да она прям аж пахнет перцем сейчас чихать закрываем будем пробовать соль то есть там поняли да регулируется какая-то не знаю интенсивность или выпадание да давайте будем пробовать соль видно не видно на перцы она плохо видно сейчас попробую тоже закрутить посильнее плохо видно это надо брать черную какой-то это самое черную какой-то ну какая раньше просто чтобы посмотреть на черном да сейчас я попробую еще подрегулировать смотри как хорошо пошло на лена пробуй а как держишь а вот эту вот крутишь вот это вот вот эту железную кругля что вправо крути туда крути она в другую сторону другую другую о смотри пошло хорошо видишь вроде часовой стрелки да получается против часовой все хорош хорош и смотри насколько она мелкая получается вообще как соль экстра какая ну да как этот белый порошок какой-то давай крышечку вот так вот белый порошок на так все нет нет не занюхаю давайте крышечку да на закрывай крышечкой я довольно мне нравится и она очень большая очень удобно ее держать в руке и перцем прямо до сих пор пахнет очень ароматно я еще думаю не знаешь мне еще есть душистый перец тоже горошком душистый можно его тоже потом вместо соли мне нравится я довольна очень красивая она такая какая-то удобная в руке мощная кстати ребят все ссылки на эти товары будут в описании под видео может подойдет для самозащиты да если такое и ударить можно так дальше что у нас тут еще осталось осталась у нас одежда это одежда для нашей собаки у нас имеется собака гавкающее животное мы заказали для нее одежду одежду на зиму ну в принципе у нас я бы сказала это скорее всего не зимняя может быть весна осень ну хотя смотрим какая зима у нас зимы не сильно такие холодные поэтому нам и такая пойдет выбирала лена там есть разные расцветки есть красным еще какой-то вот лена выбрала желтый как я говорю как пчелка какая-то да пчелка мая значит первое что ткань очень приятная на ощупь то есть не какое-то ерунда а про качественный как как это называется материал я не знаю полиэстер какой-то или что плащевка вот так вот да она очень качественная очень мягкая и приятная прям на ощупь вот здесь имеется такая лейба какая-то ну естественно наверное кожи из кожзама в ту сторону написано отсюда и не вижу да да написано что-то там не буду чтобы меня не смеялись что я не так читаю так вот здесь вот прям воротничок такой стоечка на груди он держится на липучках это очень хорошо потому что тем самым можно регулировать еще и ширину вдруг собачка поправилась если пока посылка до вас съехала можно как у нас случилось да чуть-чуть собачка поправилась то есть можно прям до края застегнуть тогда он естественно будет полнее ну плотнее на собачке сидеть можно ближе к краю тогда соответственно хорошо держится липучки очень хорошие и широкие это очень хорошо что они не тоненькие то есть можно регулировать ну понятно да вот здесь внутри очень мягкая прям такое вообще мягенькая мягенькая как она называется не знаю эта ткань вылетела из головы но как-то называется вы меня поняли очень мягкая и приятная думаю собачки будет приятно и хорошо ну да тепло ну давайте на собачку будем собачка собачки давай одевается но через голову берется собачка собачка не открывает рот не надо открывать ротик вот так вот посмотрите какой воротник хороший и на животике у собачки мы застегиваем вот это вот собачка встань пожалуйста собачку нашу зовут Сонечка и вашу тоже должны так звать обязательно по фунте да нет собачку могут как угодно могут звать так и застегнули не сильно плотно ей застегнула чтобы не испугалась вещь новая любой собачке нужно вещь обнюхать облизать правильно правильно собачка разгрызть очень красиво сидит посмотрите ну я наверное сильно одну застегнула но это все регулируется можно немножко ослабить вот значит размеры есть разные наша собачка размера XL представляешь там размеры есть совершенно разные есть намного меньше также есть и на больших собак намного больше ну по моему собачке нравится она хочет попробовать на зуб да очень так симпатично и цвет мне нравится вот так вот выглядит вот здесь как жилеточка собачка бедная собака вот такая красота ребятки мы довольны нашим заказом так что всем советую магазин New Cheek спасибо вам за быструю доставку за качественный товар товаром мы довольны и не только мы еще и наши животные все ссылочки будут под видео подписывайтесь на канал всем спасибо за просмотр и пока пока пока